здравствуйте дорогие гости и подписчики канала яхты на колесах мы отправились в путешествие чтобы показать вам самые необычные и интересные автодома в европе и сегодня мы с вами посмотрим Hymer Grand Canyon но не простой те кто уже давно знаком с нами уже знают эту модель довольно неплохо вы можете найти обзоры других версий на нашем канале но сегодня мы с вами посмотрим Hymer Grand Canyon в абсолютно новом классном потрясающим современном дизайне притом этот автодом уже поступил в продажу это не прототип это уже реальность главное что Hymer Grand Canyon это внедорожный вэн поэтому с ним вы сможете обрести абсолютную свободу путешествий отправиться в дебри в дикие совершенно и при этом сохранить комфорт а с новым дизайном еще и максимальный комфорт как же это возможно пойдемте смотреть и так полный привод 4 на 4 4 спальных места шасси mercedes-benz спринтер максимальная разрешенная масса до трех с половиной тонн это категория b легковая сто процентов надеюсь этого достаточно для того чтобы заинтриговать вас и сейчас мы пойдем смотреть а габариты этого автодома длина 6 метров ширина 2 метра высота 285 сантиметров но в разложенном виде будет 310 сантиметров а вот что мы будем раскладывать узнаем уже очень скоро ну что ж этот автодом мы уже имели удовольствие на нашем канале даже испытывать в реальных условиях у нас есть тест драйв на внедорожье на бездорожье ну конечно были комментарии что бездорожье недостаточно было внедорожное но на самом деле ну как бы попробуйте заехать просто такое бездорожье на каком-нибудь не знаю с каким-нибудь прицепом хобби или бюджетным автодомом вы не проедете поэтому это было бездорожье посмотрите на нашем канале итак у нас здесь двух литровый дизельный двигатель 190 лошадиных сил это супер хороший показатель это еще раз напоминаю внедорожный автодом с колесной формулы 4 на 4 здесь постоянный полный привод не подключаем и абсолютно полноценный коробка автомат абсолютно новое тоже мультимедиа от mercedes которая нас неизменно радует и все сопутствующие удобства соответственно здесь также присутствует шторками закрываются все окна ну то есть абсолютно все что вам может понадобиться в этой кабине есть находиться здесь удобно даже в длительных перегонах переездах вам здесь тоже будет удобно и благодаря круиз-контролю собственно говорить другим помощником которые мы в сумме называем так шутка автопилота mercedes у нас есть на канале еще один ролик кстати говоря посвященный всем помощником mercedes которые собственно и помогают вам облегчать вашу задачу при вождении максимально сиденье у нас поворотные кожаная обивка причем обивка не только у сидений в кабине но и у сидений в столовой группе но что важно над кабиной мы видим пульт управления причем пульт управления этот новый типа такой буквально только появился у хомер кроме того у хомер появилась система которая позволяет удаленный доступ осуществить этому пульту и скачать соответственно вам на мобильный телефон приложение в котором получите все функции собственно говоря этого пульта вот интересная функция смотрите здесь даже можно посмотреть с помощью этого пульта уровень топлива уровень это блю как раз то что вы всегда переживаете а переживать то не о чем вам все сообщит ваш автодом бакс чистой воды у нас здесь 100 литров серый воды чуть поменьше 85 литров но все равно это хорошие объемные баки как мы уже увидели на пульте управления у нас здесь есть аккумулятор салоны и есть даже солнечные батареи соответственно вы будете солнечной панели соответственно вы будете обеспечены автономностью и по воде и по электричеству что весьма уместно так как авто дом у нас внедорожный и рассчитан на некоторые приключения вдали от цивилизации ну и собственно столовая группа опять же вен это компактный класс за это его и любят но при этом у нас здесь стол достаточно длинный венах бывает и меньше здесь можно разместиться вчетвером как раз благодаря поворотным креслом удобно ремни безопасности у нас четыре и спальных мест здесь тоже четыре но это пусть пока будет маленький сюрприз для тех кто не знаком с этой моделью и первое игла новое что мы с вами видим для тех кто знаком и это вот этот вот дизайн который пришел к нам из хюмера венчера он же vision вот это вот инновационная стенка которую можно закрепить любые необходимые мелочи да там посмотрите у нас есть на канале кстати шортс на втором канале где мы показываем различные функции все что вот на стенде прям все что можно туда поместить там даже были горшки с растениями с цветами ну и здесь у нас управление электричеством usb розетка и уже не только usb розетка а еще и тайп си и обычная розетка также у нас есть освещение места для хранения с кожными ремешками стильными тоже из вот этой новой новой дизайнерской скажем так комплектации и как уже сказала диванчик сам кожаный но на стенках появилось такое вот похоже на фетр покрытия которая служит для дополнительной звукоизоляции теплоизоляции ну и смотрится довольно стильно современно что-то в духе лофт кстати вот такой приятный текстиль появился в автодоме симпатичной подушечки не могла упустить эту маленькую но очень очаровательную деталь и так добро пожаловать на кухню кухня у нас тоже компактная но при этом все необходимое есть у нас здесь две газовые конфорки с электроподжигом все это составляет единый блок с мойкой кран также есть присутствует смеситель все это закрывается на стеклянные панели стеклянными крышками чтобы собственно у вас появилась рабочая поверхность потому что без них и и тут не будет но это то чего мы ждем от вена здесь у нас есть крючки есть управление светом и кстати свет демируется в этом авто доме что довольно неожиданно но действительно очень тоже приятно здесь у нас продолжается функциональная стена мультифункциональная как ее называют инженеры сюда соответственно вот поместили сейчас один крючок но поместить можно действительно много всего и нет у нас здесь рабочей поверхности кроме как когда закрываются крышки но здесь вот есть еще верх холодильника он закрыт пластиком да ну вот материалом таким поэтому в принципе вот это поверхность тоже можно использовать но другое дело что не в движении потому что в движении не закрепленные вещи естественно посыпется особенно где-нибудь на бездорожье ну и холодильник тетфорд у нас здесь объем небольшой но тем не менее 80 литров есть морозилочка небольшая на 6 половины литров и холодильник работает от 12 вольт от 220 вольт и от газа газовых баллонов у нас тут два один стандартный на 27 литров а другой чуть поменьше кстати говоря о нюансах дизайна да мы видим здесь поверхность которая выглядит для вас точно так же как та которая была столовой группе но там это действительно мягкая на ощупь поверхность а здесь это жесткая просто стилизованная так под такую же и вы можете оценить насколько действительно тут заморочились дизайнеры и сделали все это максимально эстетично и красиво и напоминаю что этот автодом он уже продается то есть мы видим уже это не как концепцию а как реальность и это здорово с моей точки зрения и так здесь у нас душевая туалетная комната есть у нас откидная раковина туалет тетфорд классический биотуалет с кассеты 20 литров есть зеркальце подсветка подсветка кстати тоже очень стильно интегрирована она демируемая и она очень тоже красиво вписана в дизайн но опять же вкусах не спорят но давайте поспорим напишите ваше мнение в комментариях понравится вам дизайн этого автодома или нет на двери кстати зеркало в полный рост что точно порадует дамы к сожалению во всех это домах есть вот только с его помощью мы смогли тут снимать вот как у нас работает собственно раковина просто поднимается и у нас появляется доступ к туалету соответственно воспользуюсь туалетом опустили одним движением потому что бывает более сложные конструкции здесь все просто это не затруднит вас и все это в компактном классе напоминаю и собственно душевая лейка у нас становится смесителем можем здесь помыть ручки умыться и выезжает душевая лейка при необходимости и все это пространство у нас превращается по душевую кабину единственно можно закрыть шторками мебель для сохранности и что касается размеров хочу вам сказать что даже с моими личными габаритами здесь нормально технически можно и помыться и при этом даже чуть просторнее даже чем минимальная необходимость скажем так тут у нас 90 сантиметров чуть чуть меньше но 89 наверное и высота у нас здесь 180 сантиметров глубина у нас этого помещения ну 65 65 сантиметров наверное единственное что я могу сказать что конечно если вы высокий человек вам будет это нелегко с моим ростом мне идеально и но зато широко широкое и глубокое достаточно пространство и вот мы оказываемся с вами в заднем помещении этого автодома и кровать пока мы с вами не видим она здесь есть сейчас мы покажем вам снаружи но при необходимости все это помещение может именно стать вашим так сказать модулем для хранения вещей или гаражом потому что сюда вы сможете поместить действительно какой-то даже байк маленькой транспортный средств да ну уж электросамокаты тем паче и что важно помимо того что здесь множество различных шкафчиков и это прям приятно действительно здесь прям можно почувствовать себя в гардеробной и если вы воспользуетесь другой кроватью которая есть в этом автодоме то действительно можете себе и гардеробную позволить здесь устроить но что очень важно какая потрясающая изящная консоль выдвигается и я уже говорил что у нас есть тест-драйв этого автодома на канале посмотрите но также здесь раньше можно было столкнуться с такой проблемой что кровать расположена довольно высоко но не настолько высоко что для нее была специальная лестница и вот для людей которые как я не спортивные это становится препятствием и сейчас просто от меня большой поклон инженером компании хюмер за то что у нас появилась наконец-то ступенька причем еще в таком изящном модуле который с одной стороны становится перегородкой для багажного отделения а с другой стороны вот у нас появляются ступенчики которые не занимают вообще никакого пространства они вот просто сдвигаются в узенькую узенькую консоль браво что интересно у нас здесь кровать состоит из двух таких половинок можно разложить допустим только одну часть и спать поперек и соответственно будет односпальная кровать и больше пространство ну и можно конечно обе разложить сейчас мы это сделаем у нас таким образом раскладывается кровать и вот здесь у нас располагается собственно отсек для газового баллона ну и размеры этой кровати будут 195 на 135 сантиметров кстати говоря внутри у вас будет тепло благодаря трума дизель здесь у нас дизельная печка трума это печь которая рекомендовала себя уже давно она быстро нагреет помещение если вы в него только вошли автодом вас будет супер теплым 6 киловаттная печка прекрасно справиться с этим помещением и что самое важное работать она будет потреблять дизель прямо из топливного бака то есть вам не нужно дополнительно как-то заправлять автодом и как вы видели баллон газовый всего лишь один его вполне достаточно потому что он потребуется только для плиты и для холодильника ну собственно говоря двуспальную кровать мы с вами видели а где еще два места ну опять же для тех кто давно с нами знаком с нашим каналом и с автодомами это не секрет но тем не менее вы тоже можете оценить насколько незаметно здесь это все оформлено и так мы кусочек потолка открепляем и собственно говоря получаем доступ конечно же в подъемную крышу где у нас и скрывается второе спальное место еще больше первого размерами 200 на сто двадцать два сантиметра кстати как раз эта кровать хорошо подойдет и для высоких людей появляется вот эту спальная кровать она достаточно теплая естественно в зимнее время если мы говорим о морозах там до минус 20 вы там спать не сможете у вас на это время есть двуспальная полноценная кровать сзади которая будет обогреваемой но есть некоторые решения которые дают возможность вот это спальное место его продлить до допустим поздней осени есть такие специальные раз трубы воздуховоды которые можно пустить от трумы туда наверх и собственно говоря кстати у нас на проспекте мир 150 наши в нашем сервисе можно это сделать и тогда у вас будет наверх поступать больше теплого воздуха и ну где-то скажем наверное до нуля можно будет там находиться но тут врать не буду не экспериментировала сама вот но при этом опять-таки повторяюсь что в задней части кровать доступна все сезонно поэтому здесь у вас такое отличное летнее гостевое или основное даже место потому что спать летом на воздухе наверху очень приятно снаружи у нас электрическая ступенька такая основательная плотная как вы видите клиренс у автодома действительно высокий то есть он не просто внедорожный у нас здесь не просто хорошая резина у нас здесь и высокий клиренс и действительно большая проходимость этого автодома маркиза туле амнистор уже стану установлена необычный такой красивый кофейный серо кофейный цвет у автодома кстати такой расцветки мы еще не видели гранд каньон с здесь у нас заливная горловина чистой воды вывод внешний для газа подключение газового гриля возможно как раз под маркизы у вас здесь будет настоящая барбекю зона ну и снаружи сзади у нас есть камеры видеонаблюдения mercedes помогает вам управлять собой а также установлен конкретно в этом автодоме фаркоп ну и видим такие ушки бака да которые сделаны для того чтобы как раз увеличить кровать и при этом сохранить общие габариты автодома небольшими с этой стороны у нас подключение к сети 220 вольт кассета биотуалета 20 литров напоминаю и вывод печки трума ну и конечно здесь у нас заливная головина для бака дизельного и бака и даблю новый из потрясающим современным новым дизайном хюмер гранд каньон с мы сегодня с вами посмотрели внедорожный mercedes-benz спринтер две комнаты высокий клиренс ну все чего вы могли бы пожелать в автодоме для того чтобы отправиться на нем куда-то действительно далеко в красивые неизведанные места пишите в комментариях ваше мнение как вам хюмер гранд каньон с приобрели бы себе такой или предпочтете например большие автодома интегралы ну и подписывайтесь на наш youtube канал у нас будут появляться новые обзоры из этой поездки из других и вообще мы будем вас знакомить с караванингом и помогать сориентироваться отправиться в ваше путешествие спасибо что вы с нами на одной волне подписывайтесь кстати на телеграм-канал там выходят все анонсы в первую очередь и поступление в продажу тоже так что если гранд каньон с появится в москве вы узнаете первыми ну и спасибо что досмотрели до конца путешествуйте путешествуйте с удовольствием и так как вам нравится на таком автодоме который нравится именно вам ну а мы как и всегда будем помогать вам любых обстоятельствах воплощать ваши мечты до новых встреч пока а